Приветствую вас, друзья! Вы на ТОП-канале «Всё для клёва». Сегодня очередной рейд с Одессским рабоохранным патрулём. И особенностью сегодняшнего рейда является то, что мы будем идти по платникам. Казалось бы, да? Платник на Дистре. Что это такое? Уникальное явление, но, наверное, не только у нас в Одессе такие уникальные явления есть. Как вы знаете, 233-й закон, который подписал президент Зеленский, уже давным-давно, с февраля месяца, уже в действии. И на нём не может быть платной рыбалки на водоёмах общего пользования, которыми являются Днестре и другие реки, и другие водоёмы, скажем так, Украины. Так вот, некоторые рыбаки, которым лень вставать рано утром, которые хотят сидеть на мостике, покупают такие места. Некоторые делицы такие мостики держат, и другие их покупают. То есть спрос порождает предложение. С этим Одесский рыбоохранный патруль не борется, но в данный момент, когда идёт нерест, когда запрет ловли, когда есть только выделенные участки для ловли, на которых только можно ловить на один крючок с одним удилищем не больше трёх килограмм рыбы, вне этих мест, там, где разрешено ловить Одесским рыбоохранным патрулём, такие делицы продают места. И это уже не те дедушки, которых вы пишете в комментариях, которым жрать нечего. Это конкретные дяди, тёти, которые приезжают, платят хорошие, серьёзные деньги для того, чтобы поставить и не одно удилище, а несколько, и наторбить себе рыбу. Тем более, хочу сказать, что глубокий трючок вообще сейчас под запретом. То есть там вообще нет выделенных участков на глубоком трючке. Хотя люди там сидят и вывозят их на лодке, и вывоз от 300 до 600 гривен стоит вывоз только один, чтобы вы понимали. Так что это совсем не голодающие люди, которые приезжают тупо торбить во время нереста рыбы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА